Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бусановский. Мы сейчас смотрим продолжение, как Дмитрий работает над кодом. Ребята, обращаем внимание, ребят, с школы особенно. Смотрите, Дима делает там свое задание. Вам достаточно просто абсолютно любую модель и по сходному принципу работать с формами вместе с Дмитрием. Либо вот он сбросил, группа, я видел там ту модель. Это, может, для новичков там модели сложновато. В общем, сейчас, секунду, я себе ссылочку пометил. Это продолжение. То есть здесь я вот рассказывал видео, вот как Дмитрий начал работать. Для тех, кто начал только с этого видео, смысл такой, что абсолютно верно. Очень большое количество людей работает с Джанго в потенках. Ну, то есть, допустим, формы вот так пишутся, а никто не вдаётся в подробности. На самом деле, достаточно вот пару недель раз навсегда разобраться. И так с каждой частью Джанго. Просто я хочу, чтобы вы увидели, что понимание парня растёт по часам. Да, конечно, он будет профессионалом. И вот он расписывал, да, по моему домашнему заданию. Сейчас вот прислал новое домашнее задание. Потом он про Серёжу, вот смотрите, как он переключается. Потом расскажу, вот, важный момент. Так, секунду. Ага. А вот, сейчас мы на странице откроем. Дальше, да, что происходит. Давайте почитаем, чего тут. Вот, и обратите внимание, это, обратите внимание, видно, Дима послушал видео, уже смотрю описание лучше и лучше. Так, это мои слова. То есть, вот эти все конструкции надо расписать. Вот Дмитрий пишет. Это вступление дальше расписывая детально. Как я понял, в этих значениях, получаем данные HTML, страницы request, post-request файл. Здесь создаются на них ссылки, там new content. Хорошо. То есть, разобрался. Что это, чёткое разделение в понимании? Где создается HTML, каким форм? Так, смотрим. В нашем случае форма создаётся из модели. Да, вижу, понимает. Понимаете, то есть, вот, оно, откуда оно наследуется. Понимает. Класс мета указывает на модель, модель, извлекая нужные нам данные. Указано три поля. Но, смотрите, ведь сложного-то ничего нету. Да, ребят, смотрите ещё. Те, кто новичок, смотрит это видео. Это видео просто даст вам уверенность, что вы разберётесь. Да, потому что, конечно же, для совсем новичка, то, что делает Дмитрий, будет казаться уже фантастикой. Но просто-напросто, вы ж не знаете начала истории. Начало истории, что Дима не так давно пришёл. Понимаете? С полного нуля. Сегодня вот пишут такие вещи. Дальше был вопрос, что такое валидация форм. Валидация форм проверяет запись на валидность, то есть, корректность заполнения форм. Так, стоп. Абсолютно верно. Правильно. По сути дела, в начале в Django, в Django, да, там заложены обычные методы валидации. Ну, например, там, если она пишет e-mail без собаки, она выдаст ошибку. Но, по сути дела, там можно прописывать свою, но нужно ли оно, да, то есть, хватает этого. Какие методы валидации вы использовали в данной форме? Всё правильно, метод и свалит. Вот. Найдите страницу справки методов форм Django, дайте ссылку. То есть, видите, натолкнул Дмитрия на то, чтобы он вообще познакомился с, какие методы в Django существуют. То Пайтон, Валидаты, Валидаторс, Клян и так далее. Да, то есть, уже человек будет потихонечку подходить. Далее. Вторая часть задания. Опять же, идёт объяснение. Получается, понимаете, в чём был вот мой замысел? Практически всё перекликается. Но задание я разделил на несколько частей. По сути дела, вот как я думаю, да. Сначала человек должен понимать общие конструкции. Потом разобраться в коде, что делает что-то. Ну, что, что делает, да. Далее обязательно натолкнуть на... Сейчас, секунду. Сейчас надо было найти. Так вот, ребят, смотрите. Сейчас я открыл, да. Вот есть форма, да. То есть, моя задумка в домашнем задании была для работы. Что первое? Сначала в первом задании, вот видео я дам, посмотрите, да. Дмитрий разобрал по конструкциям. То есть, чего происходит. По конструкциям, в общем, да, вот, будем говорить так. Вот раз конструкция, два конструкция, три конструкция, далее четыре конструкция. В тот раз шесть получилось, значит, пять конструкция, да. То есть, в общем, да, по сути дела, когда человек понимает, что где происходит, на каком этапе, по сути дела, дальше можно перейти к тем вещам. Потому что большинство людей в Джанго просто тупо берут, там, поставляя свои вещи, да, какие-то там меняют переменную, дальше все пишут и смотрят. Ура, работает. Почему работает, а хрен его знает. Потом уже мы перешли... Ага, вижу, добавил, молодец. А, это было добавлено. Потом уже, потом уже, моя задача была привести Дмитрия к конкретным вещам. Потому что вот эта строка здесь как раз-таки и задается. Потому что человек вот смотрит, а до хрена это создается? А что по HTML создать? А чем она создается? И вот Дмитрий отвечает, request post создает. Вот без этого не будет работать изображение. Это нам нужно, чтобы инстанция, чтобы не закрывался объект. То есть создается экземпляр. Это все методы. И их надо понимать. При этом сейчас, да, пусть проходит там 2-3 недели. Но Дмитрий разбирается раз и на всю жизнь. Понимаете? Все потом считывается моментально. Глянул, считал. То есть, ведь я не сижу, не продумываю так. У нас request post то-то делать. Я и так это знаю. Я просто взял и записал то, что мне нужно. Но изначально надо это дело разобрать и проработать. Поняли, да? Теперь. Дальше смотрим, да, чего Дмитрий сделал. Дальше пошло расписание. Да, правильно. Декоратор. Только авторизованные пользователи. Поехали. Почему же строку? Мы проравним к результату функцию вернуть объект, либо ошибку 404. Ну, тут я порадовался вообще за Дмитрия. И тут я спокоен. Потому что все-таки вот важно, ребята, кто делает домашние задания. Сейчас я кое-что покажу. Ну, так, я потом это потеряю. 10.08.11.40. Вот он, когда я увидел, когда вот он расписал функции обратного вызова. Правильно, да? Но ведь это ж не так он написал. Домашнее задание было дано в 2018 году. Просто за это, чтобы выполнить его, надо было изучить Киви, надо было разобраться с ООП. И вот это вот, понимаете, что я хочу сказать, ребята? Вот делайте, как Сергей Исачев, как вот Дмитрий сейчас делает. То есть не оставляйте, решайте задачу. Интересно. А я, походу, подскажу. Но есть ребята, которые просто копаются сами там себе где-то. Но как тут? Я ж не экстрасенс. Поэтому у меня такая политика в школе. Кто выполняет домашнее задание в группе, да, тому я и подсказываю. И выполняет регулярно. Почему? Потому что вот такое домашнее задание, где все расписано, оно полезно для всей школы. То есть не одно поколение ребят его проработает и скажет спасибо Дмитрию, да, или там Сергею, или там Михаилу, или Володе Фомичеву. У него хорошее задание. То есть, ну много ребят, да. Так, приостановлю. Да вот, так вот, прежде чем пойти дальше, начну сначала, да. Вот, котик пришел, надо было почухать, иначе не дадут работать. Это такая традиция. Все, Басик, сиди спокойно. Так, смотрите, еще раз, в чем суть домашнего задания. Ведь когда четко, вот как я представляю, да, как все работает, я ей дал. Сначала, чтобы Дмитрий разобрал общую конструкцию, да, по блокам. Он это все разобрал. Потом мы переходим более конкретно к вещам. В принципе, моя цель была то, где что меняется, да. То есть, то, за что отвечает. Вот, выполнил вот эту часть задания. У Дмитрия, конечно, в голове происходит. Ага, это создает HTML форму, это передает файлы, это там создает экземпляр объекта и так далее, и так далее. На этом этапе мы проверяем форму, и, обратите внимание, дальше пошли вопросы там, что такое валидация. Это не относится к джангле ведь, ведь валидация это просто относится к веб-программированию. Гет, пост, запросы. То есть, это понятие веб-программирование в целом. И это тоже надо вытянуть. И я к чему говорю, вот, чтобы вы понимали, вот как я соображаю, понимая, что человек научится, да. И дальше я его веду к API. То есть, API это обращение к модели при создании форум. Он будет дальше выполнять, я думаю, домашнее задание, мы потом дальше посмотрим. И тогда становится как отче наш. То есть, совершенно все ясно. Абсолютно верно. Вот тогда, когда человек считывает код, он может работать абсолютно с любым кодом. Неважно, какие будут перемены, но он будет сразу, его взгляд, узнавать конструкции. Он сможет вносить изменения в код и так далее, и так далее. Грубо говоря, писать. Писать нормальным, уверенным образом. Ладно, давайте вернемся к тому. Ну, я сейчас подумал, что-то хотел сказать. А, вот что хотел сказать. Ребят, вот что хотел сказать. Как вы видите, что абсолютно реально джанго разложить по полочкам. И сложного здесь ничего нет. Надо просто хороший наставник и все. Который бы направился и задал правильные вопросы. А дальше дело техники. Так, разобрались с холидацией. Методы описали. Более поэтапные декораторы. Ну, все верно. Понимаете, все. Приравниваем переменную к результату функции. GetObjectOrg404. Объект либо вернет ошибку 404. Вот, дальше пошел просто понимание синтаксиса пайтом. В общем-то, теперь ребятам школы. Вот смотрите, все есть, да. И вот что я хотел объяснить. Вот там Дмитрий сбросил. Я его просил. Просто мне хотелось посмотреть. Сейчас. Для ребят школы. Ведь ссылка будет на группу. Тут уже много знаний. То есть, грубо говоря, формы у вас в кармане будут. И так будем с каждым поступать разделом. Да, вот. Определенная модель. Значит, теперь. Совсем новички вы можете юзера выбросить пока. Да, то есть, если там не допонимаете, куда что. Создайте совершенно простую форму. И работайте, работайте, работайте с формы, вот, используя записи Дмитрия, но все прорабатывая. То есть, вот стоят там мои вопросы. И вы берете и прорабатываете. Надо искать в интернет. Ищите. Надо искать в джанго справки. Значит, ищите тоже. Понимаете, да? То есть, по сути дела, вам надо просто понять, как работают формы. Сложного, сложного, как вот второе задание сбрасывает Дмитрий. Но я ничего не вижу, когда он разобрал. Ведь, смотрите, вот что он написал. Когда я ему у него спросил, ну, сам, видно, действительно очень рад. Я не то, что рад, я очень супер рад. Потому что неделю жонглировал кусками кода в потемках. Теперь, понимая значение каждой строки, надо работать дальше, искать ошибку. Понимаете, ведь я вот это чувство, да, очень хорошо понимаю, когда у тебя ясность в голове. Ты просто смотришь на код и считываешь моментально. Так вот, ребята. Ну, я не думаю, что где-то есть школы, где есть возможность работать именно как в школе Барсуновского. Потому что пожизненный доступ, пришел, занимайся в удобное время. Если ты выполняешь домашнее задание, то тебе подскажут. Но я просто говорю, что вот сейчас много ребят в школы, да, у которых там меньше времени. Или они не так интенсивно занимаются. Но они берут, видят же, ведь группа, важно быть группе в школе, понимаете. Потому что все получают эти сообщения. И совсем новичок пришел, создайте вы папку формы, да. Поэтому я говорю, заводите почту Gmail отдельную, чтобы вы могли насоздавать себе папок, формы. И сообщение баз туда перетянули. Дошли до формы, открыли уроки Дмитрия. Все проделали. Ребят, ну, у вас будет ясность. И скажите, ну, что здесь нереального? Единственное, что надо все это своими ножками пройти и ручками писать. Я говорю, разбирайте, сделайте. Потому что уже у нас в школе точно помогают. Так вот. А, вот, смотрите. Я просто видел. Да, это я дам. Сейчас, секунду. Что-то я хотел сказать. Хочется помочь человеку. Старается, разбирается очень быстро. Вот Эдуард Исанович, да. Вроде двое детей, вроде работа. То есть, ну, времени мало, но ООП пошло очень круто. Так вот. Эдуард и другие ребята, тех, кто забросил Котлин. Ни в коем случае нельзя этого делать. Почему? Как только вы ушли в один язык, вы себя лишаете повысить свой уровень. Потому что, говорю, как только ушли в язык, вы, вам комфортно, да. Но пошло отдаляться, вы отдаляете страх того момента, я понимаю какого, который описывал Сергей Асачи, что когда вы вроде работаете с Пайтон, все так классно, все понятно. Потом переключаетесь на Котлин, да, там другой синтаксис, надо напрягать где-то голову, и вам, у вас, особенно у новичков, начинается процесс, что я уже все забуду. Вы этот момент оттягиваете. Не надо его оттягивать. Его придется пройти. Даже если вы будете опытным программистом Пайтон, вам все равно этот этап надо пройти. Я сказал, что Котлин не оставлять ни в коем случае. Потому что у вас не должно быть разницы, у вас не должно теряться внимания, у вас не должно теряться понимания. Вы должны легко переключаться с языка на язык. Но это нельзя вот взять там, купить, с этим нельзя родиться, это можно только проработать. Поэтому позанимались Пайтон, там поработали с Жанго, пошли работать с Котлин. Но, понимаете, в чем фишка? Что все понятия, функция, они одинаковые для всех языков. В Пайтон есть функция, в Котлин, в Жава есть. А, в Жава, будем говорить, там больше объектно-ориентированное. Ну, в GC там есть функции, но записывается по-разному, да? Но на самом деле я ж вас к чему учу? Что вы начинаете постигать другой уровень. Ага, здесь функция главного, высшего порядка, здесь функция такая-то. И, по сути дела, забивая в голову вот эти понятия, вы начинаете владеть уже над программированием уровнем. По сути дела, открывая новый язык, вам достаточно посмотреть, какого уровня там функция. Понятно, функция высшего порядка. Что вам должно быть понятно? О, кто не ответил, смотрите мне. Быстренько идите два языка изучать. А вы должны были для себя ответить. Понятно, высшего порядка, значит, она принимает другие функции. Все! Ну, подождите, а что тут еще за ответы надо? Вам сразу будет понятно, как писать. И неважно, это язык GC, или MOOC, или KSI, и так далее. Понимаете? Поэтому не оставлять. Вот я смотрю, работал-работал Сергей Осадьевич. Сейчас смотрю, вот пошел с приложениями, да, я вижу. Здесь брал повтор пройденного материала. Класс-адрер должен быть базовой областью. То есть все описал уже Kotlin, да? Но ведь все реально, ребят. По локальным функциям и переменным. Terminal Fun Test Club. Prince глобальная функция. Локальная переменная, да. Вот разобрался, молочина. Понимаете, вот эти глобальные, локальные переменные, это понятие не Kotlin, не Python. Это понятие программирования в целом. И локальные, и глобальные функции, они есть и в Python. Вопрос было всего лишь определить там и там, но понятие глобальное, локальное функции, оно у вас останется. А где, в каком языке применять, да какая нафиг разница? Просто-напросто, сейчас проговорю очень важную мысль. Сейчас поясню важную мысль. Смотрите, ребят, не важно, какой у вас опыт. Ну, допустим, в любом случае, ну нет пока. В основном мы работаем с новичками. Понятно, что все люди взрослые, все умные. Ну вот, подождите, ну вот я задам вопрос. Вот смотрите, почему одни люди пишут там на двух языках через полгода, а другие нет? Не потому что там кто-то, не потому что кто-то что-то не может, а потому что не слышит рекомендации. Так вот вам объясняю рекомендацию. Вот вы пришли в школу Бусуновского, я вам рекомендую делать вот как здесь рекомендуется. То есть, если я сказал, что вот вы пришли, да, уровень, что надо два языка изучать, значит, вам надо выйти на этот уровень. Придет время, когда вы будете свободно писать на, будете понимать, что вы можете писать на любом языке, само придет к вам ваше, да, то есть тогда вы выберете определенное направление, будете ему уделять больше времени работать, развивать приложение, оно вас найдет. Но пока вы учите в школе, то я рекомендую вам заниматься и слышать рекомендации. Как только вы не слышите рекомендации, все, вот смотрите, я тогда заострял вопрос о документировании. Просто есть ребята, которые все документируют, другие нет. Вот все-таки Дима написал, что вот он, вон и ноты. Но тем не менее, я говорю, что, ребят, создавая проект, создаете и Mark Daven, и там все описываете. Да, это мы и делаем и в школе, и все. То есть, но ведь советов, это сейчас видео, сколько здесь можно советов там за 40 минут дать? Мало. А этих советов в школе много, поэтому важно быть в группе. Теперь, что еще за мысль сказать? Цель видео была показать, что все совершенно реально. Да? Все реально. Закончу вот я на чем. Ребята, смотрите, вот Джанго конкретно. Вот есть статья, так правильно изучать Джанго, другие методики не работают. Не ищите вы другие способы. Не получится. Потому что приходит много ребят, там, ну, прочитал там книгу по, там, Джанго, там, 1.11 или Джанго 2, и, в принципе, программировать не могу. Запомните, есть только один способ. Просто, ну, так получилось, ну, получилось так, да, открылся он. Один способ. Вы берете, проходите со старых версий Джанго к новым, по-другому способов нет. Тогда все будет становиться на все места, на свои места моментально. Вы вынуждены будете научиться, потому что в Джанго часто меняются местоположения, потому что в Джанго меняются настройки, потому что... И когда вы будете вот с этими изменениями работать, у вас придет полнейшее понимание. Вот этап... Вот как должно этап развития в Джанго вообще оно быть, если хотите, вот эффективно, да. Сначала в школе ведь есть все материалы, все, да, то есть от нуля для... Вот человек пришел, не знает язык. Все это есть. Поэтому проходите все подряд, по порядочку. Далее. Сначала получается вы что делаете? Вот смотрите. Вы изучили Python, ступенечка. Потом начинаете изучать там 1.7, 1.8, 1.9. Все я не давал. Допустим, там в 1.9 давал, в 1.8 давал там выборка, но она 1.6 и в 2 одинаковые. Просто есть базовое ядро. Да? И проходите Джанго. Пишите первые сайты. Вот написали первый сайт, допустим, на этом этапе. Да? Первый сайт. В принципе, что понятно? Понятно, что как связано, что как работает. И вот начинается у вас другой этап жизни изучения Джанго. Это начинается он отсюда, да. Это уже вот такие вот этапы, получается, роста, да. Где уже прямая высокая линия. Если здесь были этапы поменьше, я, может, не захватил здесь, то здесь получается уже очень большой рост. Почему? Это происходит то, что происходит сейчас, вот реально показывает Дмитрий Нак, да. То есть, он ранее писал, но в потемках тоже копируя там код тех же форумов. Да, у него работали приложения, он, в принципе, понимал, почему оно работает. Но тонкого понимания кода не было. Значит, получается, что вносить и думать кодом пока было рановато. Вот Дмитрий переходит вот к этому этапу, вот на основе той подготовки, которая была, то, что он проделал там за последние полгода, да. Он переходит уже к разбору. Почему? Потому что у него есть уже земля под ногами, да. Есть общее понимание, но он переходит к более конкретному пониманию. И вот на этом этапе начинается изучение уже разложения по полочкам. Полная работа с документацией, с командной строкой, с API. И полное понимание, что происходит на каждом этапе, что делают те или иные методы. То есть это уже путь к профессиональному программированию. Ну что там, уже когда все понимаешь, абсолютно можно любое что-то изменить, применить, разобрать. На это не надо часы времени, на это надо минуты. Сейчас еще короткое видео запишу, вот, чтобы вы видели, ссылка будет в описании под этим видео, что я от вас хочу сейчас в новом курсе. То есть мы уже идем просто к востребованным программистам, да. То есть как это будет осуществляться сейчас. Все, для тех, кто начал с этого видео, начинаем с сайта spb-tut.ru Будет он выглядеть для вас по-другому. Надо получить пожизненный доступ, начать заниматься. Обращаю внимание, сайт переписывается, поэтому, возможно, вы увидите другую картинку. То есть, ну, пора уже, пора переписать. В общем, давно сделан сайт. Все, ребят, все получится. Успехов!